здравствуйте уважаемые садовод огородники меня зовут русских иван я вас приветствую на канале иванова наука в сегодняшнем видео мы обсудим с вами несколько важных нюансов использования золы кто-то скажет о боже опять прозолу ну сколько можно прозолу но это все на самом деле для вас ради вас и по вашим просьбам и заявкам зачастую после приготовления зольных растворов у нас остается вот такой вот осадочек который состоит из угольков ну и какого-то твердого остатка и у меня спрашивают что же с этим делать можно ли это как-то еще с пользой использовать запомните что вот эти вот угольки являются одними из лучших улучшителей особенно тяжелых почв на легких почвах более песчаных они являются аккумуляторами как влаги так и минеральных веществ на тяжелых почвах они способствуют отведению излишней влаги накоплению опять же излишне внесенных питательных веществ не позволяют многим различным полезным минеральным веществам которые мы в том числе вносим уходить из почвы преждевременно они значительной степени улучшают аэрацию грунтов и способствуют развитию корневой системы поэтому никогда не выбрасывайте вот эти вот остатки от зольных растворов подкапывайте их под кустарники в овощные грядки ну где угодно вот этот вот белесый осадок который остается также на дне ведра после приготовления зольного раствора значительной степени состоит из силикатов из силикатных всяких материалов не не забывайте что повышенное накопление растениями силикатов будь то через корневые но лучше даже в не корневые подкормки но все-таки обеспечение силикатами легко доступными силикатами одновременно с мобилизующими бактериями про которые мы не раз говорили позволяет значительно снизить повреждения растений от жары потому что нанесение силикатных растворов 1 чайная ложка например натриевого стекла на ведро воды опрыскивание сейчас томатов огурцов особенно в теплицах очень хорошо помогают против повреждения жарой это один из тоже таких вот способов бороться с жарой ну понятно что отсюда вы их извлекать не будете вы это можете только закопать куда-то но вот и закапывайте под кусты и в овощные грядки но в общем туда же куда закапывали бы и эти угольки это очень ценный продукт для садоводства огородничества и не игнорируйте его стена такая холодненькая так хорошо хотя сейчас в общем то еще утро и не так жарко но уже на самом деле жарко и не так что не зря я вам про эту золу толкую и силикатные материалы ну а второе что хочу сказать слушайте ни в коем случае не путайте литры золы и килограммы золы вот я уже столкнулся с тем пожгли обрабатывали где-то что-то было плохо да зольные растворы жесткие слушайте но если я говорю 2 литра золы то это два литра золы но не два килограмма золы в одной литровой банке вот такой вот золы с угольками будет примерно ну но от силы 400 грамм ну максимум 500 но не будет даже 500 потому что 500 тире 600 грамм золы это сеянный которая без угольков поэтому два литра золы это от силы 700 грамм золы но но от силы 700 ну 800 грамм но это потолок а два килограмма золы это в три раза больше если вы берете два килограмма золы а я говорю 2 литра то конечно вы можете пожечь растение в любом случае когда вы имеете дело с агрессивными растворами а это зола какие-то купоросы да вот такие вот вещи слушайте ну возьмите там несколько листочков обработайте пробно для того чтобы не не сжечь вашу всю теплицу просто очень внимательно слушайте рецепты задавайте на всякий случай вопросы я стараюсь по мере возможности отвечать и обязательно дослушивайте до конца и читайте описание к видео потому что я зачастую там привожу рецепты тех обработок про которые говорю не путайте пожалуйста килограммы и литры золы это важно что ж это маленькое сообщение думаю будет на большую пользу на этом я прощаюсь с вами до встречи